Доброе утро! Это юбилейный 20 выпуск 200 И он будет не совсем обычным Дело в том, что завтра Международный день детского телевидения Это наш профессиональный праздник И сегодня мы расскажем вам Как мы делаем нашу программу Откроем некоторые секреты Телезакулисья И даже покажем пару фокусов Которые возможны только на телевидении Последний день зимы И за нашей спиной Очаровательные заснеженные елочки Но уже завтра Их надо будет поменять на более весеннюю картинку Например, такую Или такую Или такую На самом деле Картинка может быть любой И нам для этого даже не нужно будет Переходить из студии в студию Если мы пешемся на хромаке Это такой зеленый фон Вместо которого Монтажер потом ставит нужную картинку Какие еще чудеса творятся В студии детских вестей Смотрите в нашем сюжете Сегодня мы расскажем вам о том Как мы делаем программу 200 В ней работает большое количество людей Только юных корреспондентов в команде 200 Около 40 Но есть и не только дети А также взрослые Но давайте обо всем по порядку Давай я расскажу о том Как записываются в студии Ты про то, как делают сюжеты А я про то, что обычно остается за кадром Поехали! Начнем мы с ведущего Ведь именно с его приветствия Начинается каждая наша программа Всем привет! Привет! Доброе утро, друзья! Быть ведущим программы 200 Задача непростая Даже взрослые дикторы признают Что им по сравнению С младшими коллегами повезло Суфлер это такой закадровый помощник Для ведущего Для того, чтобы Прочитать сложный Или очень длинный текст Каждый день ведущим Необходимо перерабатывать Очень большой объем информации Который очень сложно запоминать Поэтому через суфлер Это вот наша палочка-выручалочка Через него мы можем Транслировать Зрителям нашу много информации Наши же коллеги С суфлером не пользуются Ведь текстом приходится Учить наизусть Иногда и на это уходят Несколько дней Ведь школу и уроки Никто не отменял Работать с текстом Приходится все Свободное время За этой дверью Сейчас записывают ведущего Давайте посмотрим Как это происходит Доброе утро Это Ведет 20-й выпуск Песня Что на твой взгляд Сложнее? Быть ведущим Или делать сюжеты? На мой взгляд Сложнее быть ведущим Там надо много учить А ты как считаешь? Мне нравится писать сюжеты Потому что мы ездим в места, в которых я еще не была Знакомиться с новыми людьми Кстати, в этой же студии снимаются итоги дня недели И программа о мелочах из жизни Здесь же еще снимаем афиши Данил, какая у тебя любимая телепрограмма детская? Моя любимая детская телепрограмма? Иногда даже самые простые вопросы перед камерой ставят тебя в тупик Кстати, слышали голос за камерой? Это наш редактор Юля Вместе с ней мы делаем нашу программу Она одна из тех, кто придумал детские вести В моем детстве было очень много детских программ Они были самые разные Они были развлекательные, познавательные, даже интерактивные Правда, не было интернета, надо было писать письма Сейчас таких программ нет При том, что каналов телевизионных очень много И это, на мой взгляд, очень большой пробел Кроме того, как показывает практика Дети справляются с ролью телеведущих, тележурналистов Ничуть не хуже, чем взрослые Именно поэтому нам показалось, что такой проект, как 200 Он просто необходим на нашем телевидении Оператор в съемочной группе Главный по картинке Именно от него зависит, что вы увидите у себя на экране Команду к началу съемок тоже дает он Поехали Материал отснят, и теперь его нужно отсмотреть Ведь иногда один и тот же стендап Приходится писать несколько дублей Стендап – это когда журналист говорит прямо в камеру Обращаясь к зрителю Прямо как я сейчас Текст начитан, материал отсмотрен Все, сюжет готов к сборке Или, как это называется на телевидении, к монтажу Главное волшебство случается как раз на этом этапе И вот он, наш главный волшебник Артур Теперь начинается самая сложная работа Из множества снятых кадров Артуру нужно выбрать самые подходящие Самые забавные, самые интересные А интересного на съемках, кстати, происходит немало Особенно, когда в кадре наши меньшие братья Но самое главное – это, конечно, впечатления самих репортеров Стоять по ту сторону камеры, я вам скажу Задача непростая, но очень увлекательная Какое было твое первое впечатление, когда ты начала сниматься? Было немножко неожиданно Но, в принципе, мне очень понравилось и было интересно Было очень взволнованно Я запинался иногда, когда писал стендап А что было самое интересное? Можешь ли что-то рассказать? Самое интересное было подходить к людям Потому что у них была разная реакция Могли отказать, могли согласиться А что оказалось для тебя самое сложное во время съемок? Во время съемок так-то ничего сложного Но все еще впереди Каждая съемка для нас – это целое приключение Мы встречаемся с интересными людьми Посещаем разные мероприятия Бываем там, куда попасть можно только по особому приглашению Из всего этого складываются наши сюжеты и программы Конечно, мы надеемся, что вам это нравится Ведь если это так, мы готовы работать над детскими местами сколько угодно Специально для вас Кира Давыдова Нанил Шуванов И Илья Кувалин И вся команда 200! Телевидение – это волшебный мир В котором возможно все Здесь можно за секунду вырасти Или стать маленьким Можно совсем исчезнуть Или перевернуться с ног на ногу И неожиданно опять появиться Ой, а что это ты там делаешь? Спускайся В общем, на телевидении, как в мультфильмах, возможно все Кстати, о мультиках Без них детское телевидение сложно представить Команда 200 решила разобраться, что же такое мультфильмы и как их делают Половина жителей Земли – это дети Большинство из них любят мультики Поэтому мы решили снять мультик сами Мультфильм – это самая любимая программа любого ребенка От трех до ста трех Ведь не случайно говорят, что взрослые – это те же дети Просто немного уставшие А лучшего средства – снять усталость – еще никто не придумал Пара веселых мультфильмов – и вы бодрые, веселые и всем довольны На помощь нам пришли наши давние друзья Лаборатория мультфильмов от клуба активных родителей Первый этап работы – обсуждение идей нашего мультфильма Тут все решили единогласно Расскажем миру о работе журналиста В чем она заключается? Что в ней хорошего, а что плохого? Тут нам есть что рассказать Теперь, когда мы придумали идею Мы приступаем к следующему этапу – рисования А что мы будем рисовать? Журналиста и как он работает? Кстати, рисовать нужен не каждый мультик Бывают еще пластилиновые и кукольные мультики Или самые популярные сейчас – компьютерные Благодаря технике 3D-графике Они настолько реалистичны, что их можно перепутать с обычной съемкой Кстати, оказалось, что в нашей команде уже есть свой специалист по компьютерной анимации Я уже делал сам мультик на планшете И это гораздо проще, потому что там не надо рисовать Там есть уже заготовки И самое сложное – это придумать сценарий Единственный минус – там очень ограниченная библиотека фонов Плюс рисовываемого мультика в том, что библиотека фонов создается тут же на месте Как и все предметы, которые позже выйдут на кадр Продумать надо каждое движение героев Так мультфильм получится интереснее Я рисую человека, чтобы он двигался, когда мы будем делать мультик Я рисую вязаные части Так, чтобы он смотрел то прямо, то вправо, то влево Самое сложное – продумать все детали, которым нам понадобятся Для нашего мультика, который в итоге получит чуть больше минуты Нам потребовалось 6 основных фонов, 3 дополнительных А уж сколько крупных предметов и мелких деталей не сосчитать Сейчас мы начинаем вырезать все, что мы нарисовали И начинаем собирать мультик Самый ответственный момент – съемка Техника, в которой мы работаем, называется перекладыванием Она требует большого терпения и аккуратности То есть нам нужно, чтобы лось с нами поздоровался Как поздоровимся? Говорим «Привет» Здесь мы тоже поднимаем лапку Снимаем Поднимаем лапку Снимаем И вот все фазы движения мы должны заснять на компьютере Да-да Даже самые неуловимые глазом движения в этой технике снимаются отдельно На съемку у нас ушло около двух часов Попробовать себя в роли мультипликаторов успели все Но на этом наша работа не закончилась Теперь перед нами новая задача Наш мультик надо озвучить И мы уже делаем это, работая на нашей программе «Детские вести» Теперь все Все записанные фрагменты мы отправляем в специалисту по монтажу Начинается так называемый продакшн Итап окончательной сборки мультфильма После которого его можно будет запускать на большой экран Кстати, что у нас получилось, мы пока и сами не видели Ксюша, Ваня, не тяните, объявляйте скорее премьеру Жутко интересно, что из этого всего вышло Команда «Двести» и Юрий Ломатов специально для «Детских вестей» На то, чтобы сделать свой собственный мультик Команде «Детских вестей» понадобилось чуть больше двух недель И что из этого получилось, смотрите в нашей любимой рубрике «Лаборатория мультфильмов» Когда я вырасту, я буду журналистом Это интересная и сложная профессия Как и у других профессий У нее есть свои плюсы и минусы Журналисты много где бывают и много что видят Иногда ради интересной темы приходится ехать в другую страну и подолгу путешествовать Для того, чтобы общаться без переводчика Журналист должен свободно разговаривать на иностранном языке Ему часто приходится общаться с интересными людьми Сегодня он может взять интервью у космонавта А завтра пойти на встречу с настоящим президентом Как и в любой другой, главное в работе журналиста – дисциплина и сроки Материал должен быть готов точно в срок Иногда для того, чтобы новость была в эфире уже с утра Журналисту приходится работать всю ночь напролет Журналист должен уметь находить общий язык с другими людьми Красиво говорить и писать интересные тексты Чтобы стать настоящим журналистом, нам нужно еще многому научиться И мы уже делаем это, работая над нашей программой Детские Вести О чем мы забыли рассказать вам в наших сюжетах Так-то о том, как мы проводим наши опросы На самом деле ничего сложного тут нет Мы просто берем микрофоны оператора и выходим на улицу И задаем вопросы тем, кто готов на них ответить Вот, например, как в этот раз Соня, тебе слово Спасибо, Ксюша! На этот раз мы решили спросить у взрослых на улицах Какие детские программы и передачи они любили смотреть в детстве? Какие детские программы и передачи вы смотрели в детстве? Спокойной ночи Мультики! А какие? Ну, погоди! Винни-Пух Все там еще про Карлсона Были Том и Джерри Там всякие разные мультики Да, Челевиля Челевиля, Челевиля Спокойной ночи, малыши, в гостях и сказки А про что она передача? А это был фильм, а перед фильмом рассказывала нам Валентина Леонтьева, кто этот фильм снимал, какие артисты Вот такая была передача Наш спецвыпуск подходит к концу Впереди вас, как обычно, ждут афиша и инструктаж по погоде Ну, а команда 200 прощается с вами Подожди, у нас же есть еще одна новость А, точно! Наша команда решила завести свой собственный блог в соцсетях В нем мы будем рассказывать о том, как мы работаем над нашей программой И что интересного происходит в нашем городе Если вы хотите стать частью нашей команды, присоединяйтесь А вот теперь пора прощаться До скорой встречи! Увидимся через две недели! С вами был Иван Шигнов и Ксения Миромба Пока! Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я вам расскажу сказку Это было очень давно Когда я был маленьким Я маленьким был, я сейчас маленький еще Хорошенький, толстенький, рыженький мальчик У меня были вот такие густые волосы, такие мягенькие, они развивались Но стоило пойти в детский сад, как я заговорила Я был примерно таким же Как сейчас Веселым, бешеным, бесился Все крушил вокруг Ну как, постоянно что-то мне надо было где-то найти, поиграть, какую-то вещь Куда-то обязательно сбежать То так, то тут, то под кресло залезть Искали, один раз на ней даже с милицией искали Да не было ничего такого страшного Было нормальное, веселое детство Улица, это была наша жизнь Домой мы приходили только есть и спать Солнечный дождь, да какая разница, какая погода Ты заходишь с девятого этажа за каждым Сначала на десятый поднимаешься, там не вышли На девятом не вышли, на восьмом не вышли, на седьмом вышли Пошли за тем, кто на десятом Играли в казаки-разбоиньки, бабушкины панталоны Яблоки, виноград и так далее, тому подобное Футболян, там все дела Если мы собирались гулять, кричали с балкона Идешь гулять или давай выходи Мы же выбирали самого доброго родителя И все в десятером, в пятнадцатером шли к нему, чтобы нам налили по стакану воды Потому что если пойдешь домой, загонят Мам, спинять, мама, орешь там Мама тебе скидывает, он долетает с девятого этажа и разрывается В моем детстве был самый главный планшетный компьютер Это волк яйца ловит, знаете Наш телевизор, это была такая оффлайн жизнь Мы были счастливые дети, у нас было всего два канала И там было не так много всего интересного Я помню, был на кабельном там канал, фокус-кидс, по-моему, или что-то такое вот Звездный час, вот точно Сказка за сказкой, дядя Леша Тогда ценность мультиков была действительно велика Ты мог попасть на утренние, утиные истории ЧПД у Тома Джири Все, ты отсмотрел, ты свободен Бегом-бегом бежали на улицу, чтобы там ничего не пропустить Там же трежуха, там все, там что-то интересное То есть как бы не оторвешь Если бы я мог всегда обратиться к семилетним, я бы сказал Дружище, делай все, как ты делаешь, все классно, ничего не меняй Не падай на коленки, это очень больно Не прячь сюда, спрячь в другом месте У тебя сейчас самое классное время, наслаждайся Пара-пара-пам Хауш человек живой, да? А вы знаете, что прогноз погоды Это одна из самых популярных программ в мире Ее смотрят все, даже дети Ведь нам надо же знать, когда бежать на улицу Сегодня и завтра для прогулок подходящая погода Гуляйте побольше и всегда будете здоровы С вами была Софья Яковлева, ваш инструктор по погоде Всех хороших выходных!